Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я хочу затронуть тему, которая многих интересует. В общем-то, она открыта. Вы можете набрать в интернете и прочитать. Но почему-то так устроена психика человека, что он надеется, что ответ на его вопрос будет положительным. Вот это в любой сфере, при любом заболевании, в спорте, везде. То есть мы все время, задавая себе вопрос, надеемся, что мы получим положительный ответ. Но на этот вопрос ответ будет отрицательный. Разговор идет об инвалидности при протезировании, при эндопротезировании. При протезировании тазобедренного сустава, в частности, потому что у меня именно такая ситуация. И только я вышел из больницы, сразу же первые знакомые, первые друзья начали спрашивать, будешь ли ты делать себе инвалидность. Но это же очень очевидно для простого человека, неискушенного в этих вопросах. Очень очевидно, если тебе отрезали кости, вставили туда предмет какой-то железный, значит, надо идти брать инвалидность. Но самое интересное, что подоплека ко всему этому, это ты будешь меньше платить за квартиру, у тебя будут льготы, у тебя будет пенсия и так далее. То есть мы живем в основном все с желанием где-то что-то выиграть. А если у тебя еще существует какая-то проблема, тем более со здоровьем, выиграть вдвойне. Ну, я для себя сразу понимал, что если мне сделали сустав, то, естественно, мне его сделали для того, чтобы я ходил, а не был инвалидом. То есть изначально вы должны понять вот эту глубину философии, что вам сустав делают, неважно, коленный, тазобедренный, там, в плече, где угодно, для того, чтобы вы не были инвалидом. Вот можно на этом уже выключить и не продолжать вот эту беседу, потому что дальше все пустое. Но человек почему-то считает, что если ему сделали операцию, он уже инвалид. Ну, вот это, знаете, такая заниженная самооценка. Вообще я считаю, что в этой истории страшна именно блокировка. Именно блокировка собственная, когда ты себе говоришь, я инвалид. То есть ты можешь это говорить уже, в принципе, когда у тебя нету тазобедренного сустава, когда тебе не сделали операцию, ты реально инвалид. Ты реально инвалид, потому что ты, у тебя ярко выраженная хромота, у тебя диагноз стоит, у тебя стоит диагноз, там, коксоартроз или асептический некроз, там, третьей, четвертой степени. Вот ты инвалид. Но если ты пойдешь с этой инвалидностью в соответствующие инстанции, то тебе скажут, идите, делайте операцию. Существуют операции платные, существуют бесплатные операции. Вы не по адресу пришли. То есть, если вы больны, значит, вас надо вылечить. Если вас вылечили, то вы уже не инвалид. Вот это вы должны понять. Но существуют же какие-то, всегда в этих во всех правилах жизненных, существуют какие-то сноски, да, какие-то добавления. Вот если вдруг у вас неудачно прошла операция по вине врача, или сустав, эндопротез не прижился, если пришлось сделать, например, повторную операцию, и там опять что-то не так пошло, или у вас есть какие-то, ну, заболевания сопутствующие, которые, при которых запрещено делать операцию, ну, например, сахарный диабет, да, то тогда, вот тогда вы можете пойти и сделать заявку на то, что вы инвалид. Вот это тот случай, когда вы можете сделать заявку, что вы инвалид. Но если я лично в данный момент стал чемпионом Европы по жиму лежа в штанге, если я стал чемпионом Европы по подъему строго монобицепса, сделал рекорд Европы в своей весовой категории, в своей возрастной группе до 60 лет, да, 55-60, то какой же я инвалид? Я себе даже в мысли это не могу допустить. Не живите никогда с мыслью, что вы инвалид. Даже если вы хромаете, если у вас даже сейчас последняя степень, и вы ждете операцию, не считайте себя инвалидом, не комплексуйте и создавайте себе вот эти блоки, из которых очень тяжело выйти психологически. Всем здоровья и пока. И обязательно в конце скажу, что записывайтесь в группу, потому что у меня тренируются люди и с эндопротезами, и до операции. И уже после операции прошло долгое время, и человек по каким-то причинам не может восстановить свою мышечную систему. Занимаются все. Три года идет наше обучение, три года люди находятся в группе, некоторые с первого дня. И все хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok